В конце 80-х рок-тусовка продолжала творческое кипение, на местах создавались и распадались коллективы. Но показать свое творчество большой аудитории на большой площадке возможности не было. И в 1991 году столицей Зырянского рока становится Сосногорск. Я просто увлекся, поскольку более-менее я сталкивался с поп-музыкой, мне было интересно сравнить. Вот так сказать, хоть не было тогда слова, гламурные ребята и рокеры. И вот понимаете, чисто эстетически, вот смотришь, эти девочки в туфельках, эти мальчики в аккуратных костюмчиках, замечательно причесанные и так далее. И рокеры грубые, значит, от которых пахнет пивом, которые выступают в том же, в чем спят, а спят в том же, в чем выступают. Вот. Но от этого, вот я применю такое слово, перло такой настоящестью, такой естественностью, такой подлинной энергетикой, что мое сердце склонялось просто туда. И хотя, конечно, всегда приятнее посмотреть на девочку в туфельках, чем на мужика в джинсах, значит, с татуировками, там, в майке волосатой. Вот, что там говорить. Но когда те начинали петь, а эти начинали играть, ну, какое может сравнение, конечно, мне было интересно слушать рок. То, как это воспринимает этот фестиваль? Ну, по-разному. Ну, это здорово, что это происходит, и люди, по крайней мере, могут себя там заявить, показать, конечно же. То, что Сосногорский фестиваль делается профессионалами, ни у кого из музыкантов сомнения не вызывает. Однако у некоторых из них есть свои мысли и предложения по его развитию. Сосногорский фестиваль – это вообще такая отдельная статья, это такой остаток советского прошлого, можно сказать. Он был объединяющим, и вот это единственное, ради чего ездили на Сосногорский фестиваль. Сейчас, ну, он уже потерял свою актуальность. Люди все общаются через интернет, и он уже потерял тот статус. Надо идти в ногу со временем. Просто еще у нас никто этим не занимается, что это надо раскручивать, это надо вкладывать деньги, чтобы это потом же приносило прибыль. У нас четыре города, в принципе, по европейским меркам, они среднее население. 200 тысяч взять, да. И вот четыре города, можно проводить четыре крупных фестиваля, и как бы раз в квартал. Баркута, Печора, Ухта, Сыктывкар. В целом фестиваль, задумка очень классная, все очень здорово. Ну, хотелось бы, чтобы он вернулся к своим корням. Это как конкурс в ДК, там отличный звук. Отличные профессионалы следят за этим делом. Очень классное световое шоу, все было круто. Не знаю, с чем связано то, что он вышел на открытую площадку. Хороший фестиваль с большой историей. Я там был, по-моему, первый раз в 97-м уже, по-моему, году. Он собирает очень интересные команды, разнообразные, разноплановые. То есть, вот, ну, полного умца-умца, конечно, там нету, но различные джазовые, там, поп-вокалисты и все такое прочее. И совершеннейшее мясо какое-нибудь дикое, лютое, брутальное на той же сцене, может быть, в тот же день абсолютно. То есть, да, это интересно на самом деле. Меня немножко смущает выбор хедлайнеров в последнее время, но это как бы, это вопросы к господину Беслеру все-таки. Но Сосногорский фестиваль жив, и впереди 20-й, юбилейный. Каким он будет? Вполне возможны приятные сюрпризы от его организаторов. Ждать недолго. Еще одним местом встречи в 90-е для многих музыкантов Сыктывкара и заезжих рок-талантов стала серия концертов под единым названием «Северная коллекция». Идейный вдохновитель и организатор этих рок-тусовок – лидер группы «Килл Дэд» Сергей Зубов. В начале вечеринки назывались «Килл Дэд Металлизейшн». На них в основном играли тяжелый рок, но после смены названия список выступающих групп стал разнообразней. В разного характера коллективы, прежде всего потому, что хотелось многим выступить, всем, в принципе, хотелось выступить, а альтернативы никакой не было тогда. Концерты тогда фактически никто не делал. Именно в Сыктывкаре ничего не было в то время, поэтому нам ничего не оставалось делать, как начать это. Ну вот. Просто мы попали в то время, когда начали в 94-м, когда вообще ничего здесь не было. То есть никаких концертов не происходило там несколько лет. Там в 91-м году был последний концерт, или там это самое, фестиваль, вернее. И все. И потом вообще тишина была полная. Первые северные коллекции собирались на площадках Сыктывкара довольно часто, как минимум раз в месяц. Последняя была в 2010-м. Раньше это было творчество и какая-то была душа все-таки. Когда ходил на северные коллекции, те же самые, ребята и молодые коллективы, они выступали. И вот сама тематика выступлений, вот песни, которые они играли, вот та энергия, которая была в тех людях, которые участвовали в этих командах, она несла что-то такое, что мне лично хотелось еще пойти. Сейчас, по словам Сергея Зубова, цикл сборных концертов приостановлен, но не закрыт. Хотя в истории северной коллекции были и такие времена. Ну было дело, нас закрыли. Раньше с площадками было еще тоже туго, на самом деле. ДК позакрывались все, а клубы еще не открылись. Был один единственный клуб, Даймонд-клуб. Мы там тоже несколько концертов сделали. И с площадками была проблема. Ну вот мы делали кинотеатр Родина. Ну пришла там администрация, там 8 человек. С администрацией сказали, все, мы вас закрываем. Ну и вот мы год где-то фактически ничего и не делали. К слову, в марте планируется выпустить 16-й диск северной коллекции. А что касается самой группы Kill Dead, то за 7 лет своего творчества ребята успели засветиться и на российском уровне. Значит, вышли на Сергея Троицкого, Паука, с коррозии металла. Вот. И, в принципе, работали с ним. Вот. Играли в Москве. Сборник он нас включил, трештую мать. Вот. Так что, в принципе, вот это, наверное, единственное, что тогда у нас удалось. Ну вот. Но все упиралось просто, опять же, в деньги. Финансовый успех – это краеугольный камень в творчестве любого музыканта. Так считает Вячеслав Целинский. Да, честно, посмотреть, ну, в глаза друг к другу. То есть, вы можете продать, на вас пойдут. То есть, есть песни, которые, допустим, люди поют, пели бы, допустим. Понимаете? Нужно собирать залы. От этого надо. Когда привязываешь к деньгам это все, как это грустно не звучит, да, то есть, это, ну, приземленно. Сразу все выстраивается. Любая команда роковая, она просчитывается. Этот стиль должен быть востребован. То есть, надо заглянуть, пересмотреть все позиции. То есть, может, у вас не хватает мелодики какой-то. Интриги нет, понимаете? А, допустим, отпугнуть – это запросто. В принципе, электрогитары до бензопила – один шаг, понимаете? Вайтснейкви тоже просчитывали. То есть, вот самый лучший альбом 87-го года, он был просчитан. И они с этой программой ездят и сейчас. Именно вот с программой 87-го года. Ну, дополнительные, конечно, какие-то вещи с других альбомов. Ну, самый бронебойный альбом – это был 87-й год. А потому что его просчитали. Вплоть до того, какой гитарист, какого цвета волосы должны быть у гитариста. Потому что мы едем в Америку, а в Америке, говорит, популярны сейчас блондины высокие. Барби подобные. Но к этому еще надо было играть. А играли-то там серьезные парни. Субтитры сделал DimaTorzok Альбом 87-го года группы Whitesnake по версии журнала Classic Rock назвали вершиной коммерческого хард-рока. По мнению Вячеслава Целинского, для достижения успеха любому коллективу не надо запираться в себе. Вообще надо не стесняться спрашивать. Ничего унизительного в этом нет. От этого только польза. И приглашать на репетицию не собутыльников, а врагов вообще. Чтобы сразу стали ясны моменты, которые... И надо привязывать, и, естественно, надо продавать музыку. Стремиться к этому. Это должен быть вообще, по идее, хлеб музыканта. Он должен заниматься любимым делом и, соответственно, получать с этого деньги, средства какого-то существования, чтобы содержать себя, свою семью. Это в идеале. Но, как показывает практика, в нашей стране этого мало кто может достичь в связи с какими-то странными обстоятельствами. Ну, в Европе это довольно распространено, так что нужно скорее намечать свой музыкальный путь в ту степь, там люди более музыкально подкованы и они готовы платить деньги за концерты, готовы купить твою музыку на носителе, а не скачать, как у нас это принято в принципе в России где-то, с интернета, что-нибудь такое. То есть, они в этом плане там более отзывчивые, общение идет музыкант-зритель очень хорошее. У нас люди, на самом деле, что мне всегда не нравилось, они не хотят поддержать местные коллективы. Даже, как сказать, вот последний альбом у нас хорошо пошел в Европе, на самом деле. Я просто, какой-то чувак из Чехии, он его продает, и из Сербии его продает, недавно узнал. Я получил много комментариев из Запада, даже с Южной Америки и Соединенных Штатов, и ни одного плохого комментария. Все, негатив идет почему-то из Российской Федерации. У нас всегда какие-то диванные овощи, которые сидят и учат, учат, учат. Есть хорошее понятие. Тот, кто ничего не умеет, тот учит. Москва. Именно там музыкант может чего-то добиться, считает Роман. В других городах России шансов мало. Реалии современной жизни таковы, что вся музыка, все ее развитие, непосредственно развитие самого музыканта, это, конечно же, определенные вложения не только труда своего таланта, это, конечно же, и финансовые вложения. Это, конечно же, помощь людей, организации, государства, которые могут что-то для него сделать, помочь, скажем так, ему реализовать свой талант в том же самом рог-направлении. У нас этого практически нет. То есть, если еще где-то какое-то, скажем так, народное направление, да, там, неважно, это вокал или там хореография или что-то, еще как-то поддерживается, существует и филармония, существуют и различные центры, то рок-музыка, она абсолютно здесь никому по большому счету не нужна, кроме тех ребят, которые ею занимаются.